ребята привет ирина привет андрей прежде чем я вас представлю моим зрителям я бы хотела сначала обратиться к зрителям и попросить их обязательно досмотреть это видео до конца потому что это видео это интервью поистине уникально на моем канале еще не было таких гостей интересных вы сейчас поймете в чем в чем это интерес не было такой интересная животрепещущей темы точнее тем это были но разрешение этих проблем достойного не было и что это за проблема вы тоже поймете сейчас просто буквально минуточку внимания минуточку терпения ну и конечно я просто настаиваю на том чтобы уважаемые зрители досмотрели видео до конца потому что в конце видео я приготовила вам просто просто офигенный сюрприз на самом деле даже рина с андреем не знают о том какой сюрприз я приготовила несмотря на то что на наше интервью или наше видео называется идеальное питание с рецептами на выходе из условного голодания сразу скажу что если нас смотрят зрители которые не имеют никакого отношения условному голоданию а это просто случайные прохожие здесь да я вам советую тоже посмотреть это видео потому что мы здесь будем говорить вообще это просто про рецепты про питание и про то как вы можете сделать свое питание здоровым очень комфортно с большим количеством новых интересных вкусных и действительно полезных рецептов поэтому все смотрим до конца и знакомимся с нашими гостями и так ирина и андрей беличка люди которые вошли в тему очищение организма также как и я однажды когда у них возникла такая потребность и они почувствовали что или сейчас или никогда вообще как это пришло то есть что это было за какая-то глобальная причина которая или причины может быть их было несколько которая заставила вас обратиться вот к такому нетрадиционному методу оздоровления как очищение организма через условное голодание ведь согласитесь у нас не каждый первый даже не каждый второй в обществе условно голодают а вот вы освоили эту тему причем вдвоем муж и жена что бывает очень редко вот в этом тоже уникальность наших гостей коротко о себе кто вы потому что вы себе лучше скажете да кто вы и какие причины побудили вас обратиться к системе очищения организма и когда это было вот кратенько вашу историю пожалуйста начнем с того что как бы мы как бы простая семья у нас двое детей супруг длительное время работает шеф-поваром я по образованию юрист ну уже как бы оставила эту сферу мы в свое время очень заинтересовались темой зо ж то бишь это были какие-то информационные ресурсы youtube инстаграм искали интересную информацию полезную для здоровья и жизни и наткнулись на лекцию марва гоня где она рассказывала как раз о своем методе замечательном условного голодания конечно сразу мы не опробовали этот метод мы долго присматривались изучали первый метод который мы опробовали в марве это мои легкие почистили легкие и поверили помнишь мы отвар делали и вот давай поподробнее ну поподробнее была проблема с дыхательной системой если я правильно да и мы нарвались на ее видео она там подробно все рассказала как это почистить закупили травы и начали пить отвар вот этот и я вам скажу что через неделю произошли прямо так скажем колоссальные такие изменения там скапливалась годами она начала выходить ну и вера в это так скажем она все увеличилась увеличилась потом да мы начали копать дальше смотреть что она еще говорит и вот с этого все началось у нее настолько были железные аргументы это все было подкреплено с точки зрения медицины и мы практически ее лекции пересматривали и никакой и не уже не оставалось что будем пробовать безусловно это вот это это было ровно то что и меня побудило в свое время вплотную заняться этим методом потому что я меня действительно тоже убедила вот эта железобетонность ее аргументов настолько это было понятно с точки зрения биохимии всех процессов физиологических протекающих в организме что просто просто невозможно было мимо пройти этой информации да и не попробовать тем более что как только мы начинаем что-то делать вот да из таких практик мы тут же получаем результаты какие-то может быть мало-мальски да но потом они все устойчивее все убедительнее и когда ты получаешь результаты по здоровью конечно ты уже потом не сворачиваешь чтобы наши зрители поняли почему эта тема будет сегодня очень интересной сразу хочу сказать что процесс условного голодания это не просто процесс сам по себе это процесс который сопровождается обязательной подготовкой и обязательным выходом и вот сейчас мы подошли к можно сказать такому главному моменту нашего интервью речь касается именно выхода то есть забегая вперед сразу нашим зрителям открываю карты что ирина и андрей отработали просто суперский идеальную схему выхода из условного голодания что удается далеко не всем и это на сегодняшний день представляет огромнейшую проблему просто сотни и тысячи людей за все эти годы что я веду канал который посвящен теме здоровья через очищение организма просто огромные тонны писем и сообщений от людей которые говорили а но не говорили бы то есть они очищались или пытались очищаться но у них ничего не получалось с выходом то есть это были либо срывы либо какие-то просто неправильные выходы и очень быстрые откаты назад к традиционному питанию вот но сначала прежде чем мы расскажем о том как вам удалось выйти вот на такую идеальную систему выхода сначала о том были ли у вас в самом начале какие-то косяки с выходом из условного голодания или же вам сразу идеального все получилось ну наш первый курс как сейчас помню он был в конце лета и он был очень продолжительный 21 день просто были восторге от эффекта это была легкость это была энергия это было настолько мотивация была железная мы практически летали причем это состояние было у нас обоих и не было ни минуты сомнения что мы там в чем-то ошиблись что мы что-то сделали неправильно я кстати на тот момент как раз нашла на ютубе все ваши видео меня это еще больше замотивировала я все пересматривала и конечно же тут подошел момент выхода вот изначально кажется что все легко и просто да я вот так и так и все вот а когда уже доходит непосредственно маме время до выходу ты понимаешь что продуктов много хочется всего начинаешь одно пробовать второе третье и чем больше ешь тем больше хочется появляется такой некий вопрос время в голове а что же дальше а как же дальше пересматриваешь опять свои конспекты пересматриваешь видео и появляется даже некая паника вот я старалась прям даже конспектировать и записывать чтобы не ошибиться в каком-то сочетании в консистенции продуктов и до выход был выход был правильный да по большей части у меня я очень в этом плане человек организованный и андрею я тоже рекомендовала настаивала в некоторых моментах даже ругала его чтобы моих рекомендаций как бы подкрепленных вашими видео подкрепленных марвы огонян вот но андрей все-таки дал слабину и он себе он он себе позволил мясо это было практически уже на 1 на 1 в конце первой недели наверное наверное сказалось все таки его профессия профессия шеф-повод было тяжело морально я как бы вот эти 21 день я был на условном голодании я ездил на работу и каждый день очень тяжело я как бы выдержал сам сам голод я выдержал а вот выход я не смог вот я каждый день увеличил увеличил и дошло до того что я как бы наелся мясо комфортно сказать что прям сильные какие-то проблемы были по перевариванию или по здоровью вроде бы нет но тяжесть присутствовала в любом случае это было неправильно но я не мог с тобой справиться морально это больше так скажем психологическое было какое-то давление вот ну и как то так получилось а я даже очень понимаю это наверное это было неизбежно когда ты вот по роду своей профессии ты контактируешь с продуктами да с с продуктами которые готовятся вкусно готовится и это привычное и это еще и взаимодействие постоянное с рецепторами поскольку рецепторы эта часть пищеварительной системы это она просто включилась по полной программе и когда остановить этот процесс искусственно наверное действительно было невозможно именно вот по этим обстоятельствам но тем не менее у вас на этом вы же не остановились вы пошли дальше ну дальше пошло все намного лучше потому что ну опять первый заход на условное голодание он обычно происходит как бы осознанно и неосознанно человек пытается попробовать что это он пробует понимает помнит полученный результат потом помнит плачевный результат на выходе и второе условное голодание она уже как бы ему подходишь уже иначе уже более осознанно ты понимаешь а вот были те 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 ошибки лучше как бы не создавать но и последующие стали намного легче в этом году просто великолепно прошло но я понимаю что это года проходят да там время проходит но тем не менее мы пришли к тому что вот этот выход был очень легкий плюс мы готовили пробовали смотрели и насыщали так скажем разнообразием и вот это разнообразие позволило не срываться не на мясо не на рыбу там не на тяжелое что-то ну рыба присутствовала на третьей неделе уже но опять же в маленьких количествах и на самом деле было легко в этот раз да прямо с уверенностью могу сказать вот получается что мы сейчас просто подошли к национальном моменту потому что я теперь уже открываю нашим зрителям уже всю правду да и открываю смысл название наш этого видео на нашей встрече идеальное питание с рецептами на выходе из условного голодания то есть ваш выход сопровождался не только вот этой осознанностью и тщательным подбором продуктов их сочетанием но вы еще при этом и все записывали на видео и составляли просто список рецептов которые вошли в состав вашего обучающего курса который имеет название аналогичному аналогичное нашему сегодняшнему видео то есть этот курс идеальное питание с рецептами на выходе из условного голодания когда я посмотрела уже готовые материалы этого курса я поняла что произошла революция вот в моей деятельности благодаря тому что вы пришли ко мне в партнеры и предложили вот такую идею сделать вот такой просто чумовой курс я поняла что наконец-то решена огромная проблема 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 заключается в том что я человек вообще совершенно не любящий готовку вот эти все моменты с сколько вешать в граммах вот это все вот аккуратненько там где-то на тарелочке все раскладывать этапы там это порезать это пожарить это потереть в общем для меня это не интересная деятельность это не хорошо и не плохо это просто вот я да это мой склад и когда я рассказывая на своем канале про условное голодание про какие-то там нюансы и моменты про выход всегда говорила такими общими фразами ну вот мы едим это мы едим сырую растительную пищу мы вареное не едим вареное мы включаем на такой-то неделе меня все время терзали дайте рецепты дайте рецепты а что мне есть вот в первый день а что мне есть в третий день а что мне есть на второй неделе а что есть а покажите рецепта покажите но все мои рецепты они сводились к зеленому коктейлю какому-нибудь банальному салату из капусты и маринованной рыбе все она больше меня просто не хватало но во-первых потому что я на самом деле не знаю никаких рецепт вторых мне нет времени чтобы идти куда-то там искать да какие-то брать за основу чужие рецепты перерабатывать их под свои и так далее вот мне просто до этого руки никогда не доходили и наверное никогда бы не дошли если бы не пришли вы и не поставили все как говорится на свои места то есть когда я увидел ваш курс и эти это сумасшедшие просто сумасшедшие красивые вкусные разнообразные рецепты с эти салаты и десерты и подсказывайте что у вас там еще конфеты так много всего что я с огромным облегчением вздохнула и поняла что все теперь у меня есть что предложить и я думаю что вздохнула с облегчением не только я я думаю что сейчас вот кто нас смотрит и кто в теме УГЭ а тем более те кому знакома тема срывов откатов и неправильного выхода они тоже облегченно вздохнут потому что помочь что поймут что проблема решена теперь есть вот строгий пошаговый план что едим в первый день что едим на первой неделе что едим на второй неделе что на третьей причем все расписано просто по рецептам и остается только взять повторить и съесть то есть не надо ничего выдумывать да не надо терять время на поиски все просто буквально вот на пальцах показано наглядно на видео на фото с описанием этих рецептов просто бери и делай за что вам ребята просто огромнейшая благодарность вы совершили титанический труд вы совершили уникальное уникальный проект потому что сделали уникальный проект потому что я такого не встречала чтобы вот так пошагово с рецептами по неделю но и показывая вот это как это все делается я такого не встречала и это ну просто хочется вам поклониться в ножки за это вот и теперь возникает может возникнуть вопрос у наших зрителей не слишком ли там сложные рецепты не слишком ли такое какой-то подбор продуктов который может быть не всем доступен ну то есть насколько эти рецепты применимы обычным людям но они применимы только от сезонности да я даже не знаю но те же самые кабачки которые мы использовали да они бывают что зимой они дешевле чем летом почему-то можно их и где-то взять купить на рынке там магазине каким-то акциям ну по-хорошему там нет никаких таких продуктов которые бы невозможно было купить или достать самое главное просто в каком-то сезоне тех или иных овощей или фруктов больше они может быть доступнее по цене но в плане вся загвоздка только зимой скорее всего потому что купить настоящих помидор или огурцов которые пахнут и зубы сводит так скажем да вот этого запаха и вкуса ну зима но зимой я так понимаю лучше не стоит на условное заходить я на длительный я не знаю прав я буду в этом или нет но у нас был заход в феврале и он был такой морально так скажем тяжеловатый а что касается весны лето осень это вот самая хорошая пора для того чтобы зайти на условное и выйти и как раз таки вот продуктов хватает в это время но может быть скажем так зайти на длительное условное голодание вот в эти сезоны а зимой можно это по нашему мнению делать может быть менее короткие курсы я с вами полностью согласна потому что зимние а тем более длительные зимние курсы условного глодания пусть даже она условная да все равно это для организма это большое испытание и здесь успеха меньше чем в летнем или весеннем вот поэтому я согласна полностью но и опять же по подбору продуктов ну а если весной заходить на три недели то выход будет хороший да отличный будет продуктов будет достаточно зелени овощи фрукты ягода ну прям летом так вообще изобилие в начале осени прекрасно но опять таки это все зависит конечно от того как у человека со здоровьем да может быть он принял для себя решение и зимой все зависит от ситуации смотря что что человека толкает насколько необходимо насколько нужно ну и раз уж мы заговорили про продукты не могу не сказать буквально давайте прям пары слов все-таки про ваши сыродавленные масла вы вы не сказали что вы занимаетесь сыродавленными маслами то есть вы сами их давите у вас есть оборудование поэтому особенно было здорово то что в этом курсе вы показали как можно использовать самые разные сыродавленные масла на выходе и в чем их преимущество перед этими маслами растительными которые люди обычно покупают в магазинах но сыродавленное масло на к нам нашу жизнь попала в тот момент когда мы как раз таки первый курс проходили это было все было связано было связано да почему потому что это было как раз до четыре года назад и а мы прошли вот этот курс и уже мы к выходу приближались и мы задались вопросом что хотелось бы чего-то натурального без химии оливковое масло все равно очень тяжело купить хорошего качества вот и мы начали искать нашли парня позвонили ему заказали семечку подсолнечник заказали масло и он говорит я не давлю говорит я занимаюсь уже говорит тут этим оборудованием для давки масла но говорит ладно ребят для вас выдавлю мы приехали на место встречи все вышел парняка тоже андрей зовут вот он говорит вот ваше масло мы денежку заплатили я сел в машину открыл бутылочку после условного голодания я думаю многие знают что обоняние просто нас обостряется носу вот это масло она пахла молодым подсолнухом когда разламываешь молодой подсолнух вот запах такой нежный и прямо счет но куча эмоций было любовь с первого здоровья это было что-то невероятное и мы приехали домой начали заправлять этим маслом наши салаты вот и как вот говорят в жизни да наша жизнь поделилась на до и после и вы все говоря это было так вкусно и мы осознавали что вместе с этим вкусным продуктом мы получаем кучу витаминов и полезных свойств что после этого начался поиск поиск не бы где бы еще купить и купить ничем не хуже качеством и чтобы это действительно было сыра давлено и чтобы это был холодный отжим чтобы никоим образом это было давлено не металлической емкости без контакта с металлом и в итоге мы поняли что решили сами эти хочешь сделать хорошо сделай это сам вот приобрели приобрели себе данную установку и вот по сегодняшний день мы отжимаем наши масла расширяя ассортимент я я тоже стала ваши поклонницы вашего продукта то есть никаких других больше не хочется это действительно любовь с первого взгляда когда ты вот действительно когда даже взять вот тут тоже очищение до организма когда мы очищаемся потом получаем вот эту вот легкость который ни с чем не сравнить да вот эта легкость в теле и ты понимаешь вот оно настоящее тело вот оно вот оно тело которое не зашлакованно и это ощущение его ни с чем не сравнить и ты хочешь к нему возвращаться снова и снова также с натуральным продуктом когда ты познал вкус натурального продукта конечно потом уже этот суррогат просто но рука не поднимается брать на совершенно не вкусно и не полезно и покидывать деньги на ветер смотрите сколько у нас общего да общее стремление к здоровому образу жизни освоение практики очищения чрезусловное голодание стремление к соблюдению правил выхода то есть правильный выход любовь к сыродавленным маслом но и вообще любовь к здоровым натуральным продуктом и теперь у нас еще одна совместная любовь и это то что нас объединяет это любовь к натуральным эфирным маслом дотера я очень рада что вы стали моими партнерами в этом в этой моей любви такая партнерская любовь и сначала скажу прям буквально два слова о том почему я так сильно люблю масла дотера да просто потому что они вот все что мы нас все что я назвала сейчас здоровый образ жизни да здоровое питание очищение организма стремление оздоровить свою жизнь все это очень здорово усиливают эфирные масла то есть например переходить на здоровый здоровое питание просто переходить на здоровое питание это одна история но когда мы переходим на здоровое питание с эфирными маслами это вообще другая история это приятнее это интереснее, это веселее, это эффективнее, и это с минимумом побочных эффектов, потому что не секрет, что когда человек начинает вводить больше, например, фруктов и овощей, он начинает пучить живот, и он удивляется, ну как же так, ем здоровую еду, а вот в животе неприятности, так вот эфирные масла как раз помогают нам избежать этих неприятностей, они как бы сглаживают, я их называю подушкой безопасности, что бы мы ни делали, эфирные масла всегда работают как подушка безопасности, а уж про условное голодание я вообще молчу, вот как вы в этом условном голодании применяли вы эфирные масла, вы ощутили, как здорово с ними, насколько легче дается вообще сам факт, да, факт очищения организма, когда мы подстилаем себе соломки в виде эфирных масел, и когда мы сглаживаем все процессы, ведь не секрет, что процесс очищения это не, ну это не райские кущи, да, это как ни крути, все равно чистилище, да, то есть это вывод шлаков и токсинов, и он часто сопровождается, ну не совсем приятными моментами в плане ощущений, вот, и как раз вот эфирные масла здесь очень здорово работают на сглаживание, вы ощутили вот этот момент у себя в условном голодании? Безусловно, да, это было и добавление эфирных масел в воду, в отвар, только не в горячем виде, да, это мы капали эфирные масла в мед, было тоже невероятно вкусно, когда мед уже приелся, мы просто капали, например, дикий апельсин, это было обалденно вкусно, и менялось совершенно все, потом это были, на выходе это уже были добавления в различные смузи, фреши, да, выход это вообще, то есть вот ваш проект, он еще, почему уникален, почему я называю его уникальным, потому что весь выход, он просто, ну, пронизан эфирными маслами, да, каждое ваше блюдо, каждый ваш рецепт, он содержит какое-то эфирное масло, и вот в этом-то и есть ваша изюминка, ваша прелесть, ваша уникальность, потому что вы сделали выход действительно очень-очень здоровым, мягким и щадящим, и очень комфортным, и вот я просто радуюсь от души, что мы сейчас можем предложить все это нашим зрителям, хотя я знаю, что те наши зрители, которые, может быть, еще вообще не в теме эфирных масел, они могут что-то неправильно нас понять, да, или что-то не так подумать, потому что для многих эфирные масла ассоциируются только с парфюмом, да, хорошими ароматами, но чтобы их можно было еще и кушать, да, и пить, и есть, и принимать внутрь, я думаю, что немногие об этом знают, знают, наверное, только те, кто понимает, что такое настоящие эфирные масла, натуральные, 100% натуральные эфирные масла, ведь эфирные масла, это просто выжимка из растений, это экстракты растений, просто высокой концентрации, и если, скажем, мы пьем мятный чай, то мы уже имеем контакт с эфирным маслом, потому что мята содержит в себе эфирные масла, но, например, одна капля эфирного масла мяты пелечной, это, на секундочку, 28 чашек чая из мяты, то есть это просто несравнимые вещи, мы никогда не сможем выпить 28 чашек чая, ну, это, я не знаю, или очень сильную жажду нужно иметь, но мы запросто можем добавить одну каплю эфирного масла мяты в любой напиток и получить вот эту самую пользу, да, вот этот эффект спазмолитика, и снять желудочную боль, и притупить чувство голода, ну, и получить там освежающий эффект, и, в конце концов, вкус, да, вкус, вот этот вкус свежести, я думаю, что тут никому не нужно объяснять, насколько важно нам иметь ощущение вкуса, вот именно на условном голодании, когда действительно, Ирина, ты правильно сказала, это надоедает одно и то же, да, вот этот травы, мед, травы, мед, лимон, травы, мед, лимон, в конце концов, уже просто, уже хочется быть волком от того, что это все время однообразно, когда мы добавляем то эфирное масло гриппфрута, то эфирное масло дикого апельсина, то мы добавили мяту, то мы еще какую-нибудь смесь эфирную добавили, мы все время можем делать это разнообразным, 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 ну, и то, что эфирные масла являются такими своеобразными очистителями нашего клеточного и межклеточного пространства, это, ну, это понятно, потому что растения, из которых добываются эфирное масло, это целебные растения, а целебные растения, они всегда нас очищают, не случайно же этот чай, да, по огоням, он собран из 16 видов трав, и эти травы нас очень поддерживают, подпитывают во время всего курса, вот, а уж когда мы добавляем туда эфирные масла, то мы еще больше и еще эффективнее себя поддерживаем, вот, рецепты, которые вы собрали в своем курсе, также основаны на содержании в них эфирных масел, и это еще один жирный плюс, потому что очень часто, вот, как Андрей правильно сказал, да, мы, мы не в сезоне, и мы не можем получать, вот, максимум, да, вот этих, вот этого вкусности, там, огурцов, да, вот эти полезности помидоров и так далее, то есть мы едим, ну, мы понимаем, что мы едим обедненные, да, с точки зрения питательных веществ, какие-то продукты, но в такое время живем, как бы, и в таких условиях живем, мы тут не можем ничего изменить, так вот, эфирные масла как раз очень обогащают такой рацион на выходе, взять тот же масло, там, базилика, да, розмарина, где мы эти травы свежие возьмем, а тут мы имеем эти эфирные масла, эти выжимки из этих трав, мы добавляем их в ваше сыродавленное масло, мы заправляем наши салаты, и мы, не имея в наличии травы, мы имеем все прелести, да, и все питательные свойства этих целебных трав, то есть тут просто, вот, ну, не убавит, не прибавит, как говорится, это все сошлось воедино, все сошлось воедино. Восемь заправок на основе сыродавленных масел с добавками дотеровских масел. Очень вкусное, тоже такое шикарное разнообразие для салатов, потому что, возможно, мне надоест заправлять и только одним каким-то сыродавленным маслом или другим, а тут еще приходят на выручку наши заправочки, прекрасное сочетание сахарных масел, это вкусно, невероятно, освежает, это все под наказанием, меняется все. Да, и для наших неискушенных зрителей это будет просто большой, ну, как большой подарок, то, что люди же как привыкли? Соль, ну, да, может быть, перец, ну, и какое-нибудь там подсолнечное масло, все, да, вот, и на этом как бы все, а тут, оказывается, это просто какое-то бездонное, бездонное хранилище или там кладезь, да, кладезь, бездонная кладезь оказывается такого разнообразия благодаря сыродавленным маслам, благодаря эфирным маслам, коих у нас множество, вот за моей спиной там, да, это только часть этой коллекции. В общем, курс бомбический, просто, не знаю, даже, у меня нет даже оценки, это наивысший какой-то балл по бесконечной шкале оценок, просто невероятный. И каждый человек, который, ну, что-то делает для своего здоровья и соприкоснулся в своей жизни с детоксом, с методом очищения и уже его практикует или собирается практиковать, должен обязательно иметь на вооружении этот курс. Меня знаете, что удивляет часто? Люди пишут, ну, не мои клиенты, а вот просто, да, люди, да, в переписке, там, вот, Ваечка, я ваш нашел канал, вот вы так хорошо пишете, там, да, про условное голодание, так все понятно, так все понятно. Я взяла и зашла. И вот у меня сегодня 21 день, и завтра у меня выход. А как выходить, я не знаю. Я всегда в таких ситуациях, я не знаю, то ли плакать, то ли смеяться. Ну, как, как можно, да, человек зашел, он там пробыл аж три недели, да, выдержал без еды, а как дальше выбираться, да, то есть он, получается, прыгнул в воду, но он не подстраховался там, да, ни спасательным кругом, ни какой-то лодочкой, ни платом, он просто вот сейчас будет тонуть, и он не знает, что делать, как выходить. Вот, но это, конечно, да, это очень не, не так, это легкомысленно, да, это как-то недальновидно с точки зрения вообще здравого разума. И тем более ваш курс здесь прям будет вот той самой лодочкой, тем самым платом, да, за который можно ухватиться вот на него и плыть так спокойненько, и знать, что этот плод точно тебя вынесет туда, куда нужно. Да, в том числе, Бая, если у нас будут сладкоежки, которые не могут без сладкого, будет еще бонусный урок по конфетам, конфетам полезным, конфетам здоровым, и конфетам, которые никоим образом не уступают каким-то вот привычным там, да, конфетам, которые люди привыкли есть, которые наполнены там сахаром и семьями. Мы сами эти конфеты открыли для себя, выберили там все до грамма. Шикарные, прекрасные рецепты. Конечно же, присутствуют эфирные масла, они их делают еще более уникальными, вкусными. Но я бы сказал, что без эфирных масел эти конфеты были бы сероватыми. Сероватыми. И вот после добавления цитрусовых, в частности, просто вот кардинально менялся вкус и ощущение вот именно конфеты. Настолько ярко это все было. Я когда смотрела, у меня уже просто слюни текли. И хотя я не считаю себя там сладкоежкой, там меня не тянет на сладкое, но это прям было очень вкусно. И это еще так вот, видеокартинка такая красивая, как вы это все снимаете. Вот сейчас говорю, у меня прямо слюни текут. Как вы вкусно это снимаете, как вы это подаете, как это все, вот эти вот шарики обваливаете. Ой, это замечательно. Тут это, вы мне, так сказать, прям утерли нос в самом хорошем смысле слова, потому что, когда меня люди тоже там спрашивают, Вая, ну вот как бы там все хорошо, вот это вот салатики, то все, но ведь сладенького-то хочется. Да, а вот, ну а что, вот мед все время, мед тоже как-то вот, знаете, уже подприедается. А можно какие-нибудь здоровые сладости, рецепты? И вот тут я все время садилась в калошу, потому что для меня здоровые сладости – это финики. Ну да. И кроме фиников я не знаю, что еще можно. И я вот вставала просто в ступор. Я вот, я не знала, что говорить. Мне приходилось включать жесткача и говорить, что, типа, какие сладости там, дышите мятой. И у вас не будет на сладости. А теперь я могу смело, да, говорить, что, ну да, мятой, конечно, дышите, но и вот, пожалуйста, и конфеты тоже можно кушать. В общем, шедеврально, шедеврально. Просто шедевр. Самое приятное, что вот и кушаем, и обогащаемся, и оздоравливаем себя, и правильно выходим, сохраняя этот бесценный эффект от условного голодания. И здорово, если люди и дальше, конечно, пойдут, и будут на сыроедении как можно дольше. Ну, это уже каждый принимает для себя сам. А кто хочет уже подбавить полезных, хороших рецептов, это вот книжка наша. Прекрасно тоже. Можно от нее отталкиваться и делать прекрасные блюда. Да, там будет мясо, да, там будет где-то какая-то рыбка, но это будет все полезно все равно. Это не колбасы, это не какие-то там сосиски. Да, да, да. Я бы сказала так, что вот вы своим курсом сделали переход на здоровый образ питания очень-очень комфортным и интересным. И вот это вот самое главное. У нас же как ассоциируется у людей, да? ЗОЖ, здоровое питание. А, ну, это что-то такое, да, там, капуста. Как-то очень скучно, такое, глубокое, да, как правило, у людей. Да, это нет с вкусняшком, это там что-то такое все диетическое, это как-то неинтересно, это постно, да, это вот прям даже и на праздничный стол не поставишь. Ну, вот у людей же обычно такая ассоциация здорового питания. Но вы своим курсом доказали, что здоровое питание – это феерия, это просто какой-то ежедневный праздник. Если вот те, кто действительно любит этим заниматься, вот этой готовкой, да, они для себя там найдут просто море, море рецептов не только на выход из условного голодания, но и на, просто на всю свою дальнейшую жизнь, на свое дальнейшее здоровое питание. Ну, и завершая наш сегодняшний разговор, я открываю, наконец, этот сюрприз, который я подготовила и о котором не знаете даже вы. Поскольку я сказала, что курс «Идеальное питание с рецептами» на выходе из условного голодания, курс, который подготовили Ирина и Андрей, он уже готов, и он уже, его уже можно вот прям горяченький взять, и взять его можно по ссылке внизу под этим видео. Но у меня, то есть этот курс можно взять всегда. Он открыт, и он теперь будет доступен всегда. Но у меня особенное предложение для тех, кто будет смотреть это интервью в январе, и кто успеет застать это мое предложение, оно заключается в следующем. Если вы в январе берете курс Ирины и Андрея по идеальному выходу, то вам в подарок достается еще мой огромный курс по условному голоданию, по подготовке, по проведению его, по отлаживанию питания. Это огромный курс, в котором более 60 уроков, и который на минуточку стоит от 13,5 тысяч до 30 тысяч рублей. И я его просто подарю тому, кто успеет зайти в январе на курс Ирины и Андрея. Вот такой шикарный подарок. Это только январское предложение. То есть нужно прямо сейчас просто бежать и нажимать на ссылку, и заходить на курс Ирины и Андрея, чтобы успеть получить мой шикарный подарок. Но это еще не все. Ирина с Андреем тоже приготовили свой подарок, и зайти на курс можно двумя вариантами. За малый вариант вы получаете доступ к курсу. Ирина вас включает в чат поддержки. Вы получаете все необходимые материалы и ответы на свои вопросы. Но те, кто зайдут на больший тариф, их всего два, малый и большой, кто зайдет на большой тариф, получат в подарок от Ирины с Андреем еще и целый гайд с рецептами. По-моему, их там 20, да, Ирина, если я не ошибаюсь? 20 рецептов. С рецептами по питанию, по приготовлению блюд просто в обычной вашей жизни, которая уже не будет выходом из условного голодания. Это будет просто ваша обычная жизнь. Но эти рецепты будут исключительно рецептами здорового питания и очень-очень вкусными. Ирина, напомни, что там в этих рецептах? У меня ярко помнится, что там очень много вариантов рыбы всевозможной и малосольной там еще. Что там еще будет, напомню, в этих рецептах? Да, как раз-таки рыбка свежая, свежесоленая, да, как это сказать? Слабосоленая рыбка. Несколько вариаций, потому что на третьей неделе это очень актуально. Также это всевозможные салаты, причем это не взбитые какие-то там рецептики. Это именно вот будет шикарно, вкусно и оригинально. И кое-какие рецепты мясных блюд, опять же, готовленные не при помощи каких-то методов, которые нам доставляют тяжести и так далее. Это будут полезные тоже методы приготовления мяса, здоровой пищи. И, собственно говоря, закуски. Закуски в своем разнообразии. И я бы вот назвала вот этот подарок, это прям вишенка на торте. Потому что это закрытие еще одной глобальной проблемы. Потому что мы теперь знаем, как условно голодать, как выходить. Мы теперь уже знаем, да? Но у многих опять встает вопрос, а дальше-то что? Ну вот сделали правильный выгод. А дальше-то как питаться? А дальше вот подарок, гайд и 20 рецептов. Это, мне кажется, вот. Это вот. Это можно очень долго их чередовать, готовить. И это ты себя обеспечиваешь на очень длительный период просто интереснейшими вариантами приготовления самых различных блюд. И что самое главное, это все очень вкусно и здорово. И здорово. Вот такие шикарные у нас предложения сегодня вам, дорогие зрители. Поэтому, ребята, вам большая благодарность еще раз за все, что вы сделали. Дорогие зрители, прямо сейчас идите в описании к этому видео, открывайте страничку по ссылке, где вам откроется страница презентации курса Ирины с Андреем. Смотрите условия входа на этот курс и не забывайте про январское уникальное предложение. Такого предложения больше не будет. Ребята, благодарю вас и желаю вам дальнейших творческих успехов в вашей профессии, вообще в вашей жизни, здоровья. И я думаю, что вы нас еще в дальнейшем опять чем-нибудь порадуете. Да, обязательно. Всем будем рады. Спасибо. Спасибо. Все, всем спасибо за внимание и за то, что вы интересуетесь темой очищения организма, ну и вообще просто темой здорового образа жизни. Субтитры подогнал «Симон»